Да. Приветствую тебя, дорогой Олег. Как погода там? Где ты находишься? Я приветствую вас, Хосай Магомедович. Я нахожусь в Челябинске. Погода у нас с утра вроде бы солнечная, но облачная. Обещает дождь. Вот понятно. Скажи, пожалуйста, твой циркуль, который ты пытался тогда объяснять. Я же не разбираюсь в топологии, я не разбираюсь в графиках. У меня немножко другие коды понимания. Мне легче понять стихотворения, картины, живописи. Мне это легче понять. А когда ты говоришь о циркуле и показываешь, как с помощью циркуля можно сразу понять. Ну, расскажи более доходчиво, чтобы я тоже понял. Ну, доходчиво это как бы надо рассказывать свой весь путь жизненный. В итоге, как закатился до этого. А это процесс. Жизнь это процесс. Ребенок рождается. Ну, то есть мы в этот мир приходим в момент зачатия искрой Божией или импульсом. Слушай, я хочу тебе сказать. Ты начнешь рассказывать. Путь жизненный. Женщины начнут тебе сопереживать. И поэтому многие из них могут, еще не добираясь до того, что ты скажешь про истину, не обсуждая истину, а уже тебе понравится та истина, о которой ты говоришь. Понимаешь, в чем дело? Поэтому ты коротко скажи за минуту путь жизненный, чтобы быстро пройти это. Ну, вот есть сердце, которое кровь качает, а есть мозг, ум, где находится ум якобы. И вот есть ум, а есть разум. Ум это способность различать, а разум это способность общать. Это уже определенный способ мышления, когда мы видим причину-следственную связь. Но чтобы дойти до этого понимания, нужно сделать пыткума, любопытство. То есть надо искать, то есть напрягать мозг. Создаем напряжение. Вот эти штурмы разные мозговые и прочее. Так происходит. Мы напрягаем левое полушарие рационально. И утром-вечером мудренее у нас приходит озарение или ночью, или утром приходит ответ на возникший вопрос. А что происходит у нас в мозгу? Все происходит в миг настоящего. Потому что прошлое – это вот как память типа рассудок, а будущее – это наши те же самыми данными. Мы оперируем и моделируем на базе данных, которые вложены с момента рождения. Это как рефлексы. Рефлексия ассоциативной ряды. И вот мы, они нами и управляют. Поэтому боги-то здесь, они в нас. А это голограммки. Это торсионные поля. Это доступ к источнику. Мозг у нас внутри находится или где? Мозг? Мозг. Ну, если мы говорим про нейронные сети, где нейроны находятся в неком пространстве или в неком поле, или в некой среде, не важно, как мы будем называть это. Но это где-то есть. И раз это есть, надо как-то… Когда человек умер, человек умер, и это исчезло. Правильно? Да. Ну, все равно. То есть проявленность, проявленность в этом мире исчезла, но осталась вечность. Вечность вот этого… Законы природы – это, как говорится, великий брахман, как говорится в древней единиской философии. А атман – это я-человек, соединяющийся с брахманом. У нас понятие нуля, нулевое состояние безмятежности, в котором отсекаются страхи, шаблоны мышления, и можно переходить в поток, где моментально обрастает вопрос свободным потоком ассоциаций, и человек понимает, как принять решение. Ну, любая информация, пока мы не говорим об информации, получается человеком через образы. То есть все тексты писались, ну, как бы писались, или в состоянии неком измененном состоянии сознания, как говорят, или они были в духе. То есть им шло вопрос, откуда шло и кем. Вот и все. И здесь получается, что у каждого человека свой источник, как бы свой канал, но механизм получения информации, он у всех один. То есть доступ, доступ к чему-то. То есть вот даже если брать апокалипсис Иоанна Богослова, там, допустим, вот эти вещи, то есть это же все на образах, или, допустим, там, кони, цвета. Это же все же, мы же все воспринимаем. Конечно, они помогают понимать. Я тебе по этому поводу хочу сказать одну вещь. Там есть один известный, очень известный человек во всем интернете. И к нему много людей, и подростков много заходят, и взрослых людей. И он там всем вещает, как трудно думать. Как трудно думать, и поэтому человек ленив. А я на самом деле, я с ним не хочу даже общаться, он сынник, он биолог. Он не понимает, что трудно думать, где тебе неинтересно. И поэтому надо через силу воли думать. Потому что там твои способности не лежат, и тебе трудно переваривать эту информацию, тебе трудно сосредотачиваться, тебе природа не помогает. А он этого не понимает, и он говорит, человек ленивый. И он не любит думать. Глупость полная. А он еще профессор. Человек любит думать. Именно там, как ты сказал. Где у него вопросы лежат, где ему интересно, где он почемушка. Вот это правильно, а профессор не прав. Ну, здесь вопрос есть, как бы, знаете, есть, как бы, можно попасть в зависимость от этого думания. Вот это я, вот я в это попал. То есть у меня постоянно, как бы, постоянно идет думание. То есть моя профессия, ну, условная профессия. Ты гений. Я тебе это говорю откровенно. Ты гений, несмотря на то, что мы постоянно с тобой там в словесном конфликте в скайпе, потому что я не могу понять твой циркуль. Я тебе все время пытаюсь объяснить, что понять это может тот, у кого есть способности мыслить этими кодами. Топология, математика, графика. А я мыслю не этими кодами. Для меня поэзия, музыка. Понимаешь, мы немножко разные по восприятию мышления. Мне трудно там это думать. Вот как нам сделать так, чтобы люди понимали друг друга, при том, что, учитывая, что у них разные способности, и поэтому они не любят, как говорит тот профессор, думать о том, где ему природа не помогает, где его способности не заточат. Ну, вот, если мы задумаемся, ну, допустим, вот просто то, что происходит в жизни, то, что происходит сейчас, это происходит как бы случайно или закономерно? Я скажу, что происходит закономерно. А кто-то скажет, ну, это все случайный ряд. Но случайный ряд не закономерен. Если Пушкина взять, поскольку нам открыть чудный, готовит просвещение дух, то есть как бы затача человека, встать на путь познания. То есть, ну, сама жизнь, как же их учить, как говорится, или горбатую могилу исправить, все равно человек учится до какого-то уровня. Или он останавливается, или их постигает, так сказать, Бога не с точки зрения религии, а с точки зрения науки. Я к Богу подошел через знания. Вот это очень интересно, потому что все ученые приходят к Богу. Это очень опасный момент. Сейчас, поскольку находятся на переломе исторических парадигм и прочих аксиом, они сейчас очень много путают научную картину мира и религиозную картину мира. Наше же мышление на аксиомах построено. Если взять, что это все от Бога, ну, человек будет говорить о религиозной картине мира. Если сказать о науке, это научная картина мира. Научная картина мира, она такая, она требует эксперимента, который докажет, что ты не просто так веришь в это. Вот не летает же на коврах самолетов, а летает на самолетах с пропеллером, правильно? Ну, так вот, а ты про циркуль можешь так рассказать? Ну, смотрите, получается, что как бы если мы явились в этот мир каким-то образом, значит, это как-то для кого-то нужно, и чтобы мы поняли, как это происходит и зачем это происходит. То есть мы должны были понять, как все-таки пространство. Этот мир, это не значит, что это кому-то... Мы итог определенного развития природы, мы итог. Теперь мы как итог говорим, если мы появились как итог развития, значит, это кто-то нам, потому как это кому-то нужно. Нет, нет, это мы себе, как говорится, люди привыкли все обожать. Мы додумаем, мы додумаем, предполагаем. Из тех парадин, которым нам аксиоматично, как вы сказали, вкладывается. Но мы же... Я хочу привести к тому, что объединяет всех, независимо от национальности там и каких-то теоретических, религиозных, там, философских, эзотерических представлений. Я исхожу из того, что человек создан природой и надо понимать природу. Я тоже так думаю. Я также даже уверен, что он не только... Его суть по природе хорошая. Хорошая. Он хороший, если он агрессивным воспитанием не перебит, если в нем творческие качества не забиты, если он не алкоголиком стал, если он там не переболел какой-то радиацией, инфекцией и так далее. Человек по природе хороший. Ну, если поддерживаешь его способности, его таланты. Поэтому ты говоришь о церкви и удивляешься, почему я его не понимаю. А нам нужно найти с тобой и все, кто этим интересуется, потому что идея у тебя великолепная. Надо подумать, как людям, которые скроены по-разному, скроены по-разному, у разных людей одни способности более развитые, другие менее развитые. Человеку легче сооттачиваться там, где он способнее, в той области, в той области. Я в математике не гугл, и в школе у меня арифметика не нравилась. А кто-то так хорошо разбирается в математике, он прямо раз... Вот у нас есть надежда, она физик, лирик, математика, она сразу тебя поймет. А другим как быть? Надо же выработать общий язык. Там метафоры, аналогии какие-то надо применять, чтобы циркуль объяснить. Объяснить циркуль с помощью метафора, аналогии, каких-то примеров. Ну, примеры, как бы... Ну, те, кто... Понимаете, мозг так работает, интересно, что мы... Вот надо человеку представить, компьютер. Вот здесь программное обеспечение, мы закладываем там ДОС, Виндос, там операционные разные программы, и в итоге это есть некие способности. Но они изначально основываются на какую-то базу, накладываются. И это ось какая-то, как человечность, как трость, как все крутится вокруг оси, круг. И получается, что некое движение создается, движение, оно может быть линейное, но может быть по циклу, так сказать. И как это... Циклическое, абсолютно движение, это импульс, как говорится, изначальный, а оно твёт уже мироздание вот этой линейной функции, может, система как бы, поэтому Ньютоновская физика, квантовая физика... Ну, смотрите, давайте так. Вот математики не знают, что такое число. Они числовыми рядами жонглируют и удивляются, когда вносят их некие соотношения, сдают между ними функцию. То есть я на пальцах покажу, что есть на самом деле. Есть только вот эта нулевая точка, но это проводимость, свет проводимая. А вот так вот краник закрываем на 90 градусов, это единичка диаметра. То есть в итоге ничего нет, только сфера разума в нейтральной объекте начинают... Это ты метафору говоришь. Это метафора, да, метафора. Но смотрите, это 0,1 двоичный код в это... 0,1... Компьютер. Да, но кто... А ты про циркуль сейчас скажи, про циркуль скажи и посмотрим, насколько люди понимают, о чем ты говоришь. А циркуль... У масон же не зря же там вот эта вот фигня есть как бы в знаке. Это же не просто знаки и символ управляет миром, так сказать, как Конфуций говорил, да, или в начале было слово, потому что слово начинается с букв, а буква это знак, а знак начинает с линии, линия начинает с точки, а точка закрывает свет. Поэтому всегда наше внимание привлекает точка. И что точка порождает какие-то линии, а в пространстве... В природе нет линиев, в природе есть грани, переходы, цветовые и прочее. Это пропорции. И когда мы обращаем внимание на что-то, у нас возникает встречная волновая функция через оптику или через звук, акустику, у нас мозг там тоже синапсис, там искра проскать, это волновая функция, и нам мозг дает команду химия тела меняется, если мы девушку красиво увидим, или как я в Санкт-Петербург поехал и посмотрел на архитектуру, а там же пропорции, так вот через пропорции мир управляет. А циркуль причем? А циркуль изначально как число Пи, который ограняет свет, потому что когда мы протыкаем точку, то есть смерть Кощей на игле делал, оттуда выскакивает иной мир в зазеркале, и мы должны в свете растворять, а мы должны его поймать, чтобы увидеть подобие, и получается, что ограночку создают, и вот она свет и тьма, она появляется. Я подозреваю, что ты не только в топографе апологии и в теориях множества, в теоремах Георгии. Это все, это все. Ты поэт тоже, поэт. Ты сейчас так хорошо рассказываешь, что мне кажется, что я уже ничего не понял. Не кажется, что я понял. Ты извини, Олег, ради Бога, извини. Хорошо, да. Смотри, вы с Анатолием Петровичем должны со студентами встретиться по физкультуре. Я им должен за короткое время рассказать суть синхрогимнастики, чтобы в новый учебник физкультуры для 10-11 класса, или, может быть, там будет для 9-10, как, новый стиль этой синхрогимнастики дать, чтобы через это для всех людей было понятно, как ты говоришь, чтобы понятно было не только со слов, но и через тело, чтобы человек мог подбирать себе движения синхронно, текущего состояния, чтобы сразу выходить в ноль и через него в единицу, и чтобы там мог понимать не только себя, но и чтобы мы в обществе понимали друг друга. Вот, чего мы хотим сделать. Прорывную вещь такую хотим. Две минуты у меня еще осталось, он будет мне звонить. Хосе Маганад, смотрите, вот сфера, да, это пи, число, и оно может бесконечно мало быть и бесконечно большой. Разум на этом работает. Если мы становимся, допустим, и начинаем, мы же уже проявлены в этой системе единое целостное, и знаем мы об этом, не знаем, но главное принять это хотя бы. И смотрите, что происходит. Когда мы делаем ассинхронные движения, то есть движения здесь, движения здесь, и они как бы не соответствуют по частоте и фазам, так сказать, смотрите. Это будет формула фана. Да, 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 да. Вот это есть фазовые переходы. И смотрите, так как все единое, у нас осознание, это же мы не понимаем, что такое, мы не понимаем, что такое разум. Смотрите, система перераспределяется, перераспределяется и входит. Олег, я тебя умоляю, сейчас он позвонит, мне неудобно. Ну вы поняли. Собрались, мне кажется, что я понял, но я не уверен, что я понял. Не хватает физики, геометрии. Не хватает, знаешь чего, чтобы мы с тобой еще раз встретились и ты с первого раза. Я буду молчать, а ты будешь говорить, ты просто возьмешь циркуль, этим циркулем нарисуешь круг и дальше человек расскажешь. там есть Николай Алексеевич Рогов, это тот человек, который в историческом вот этом обозримом сделал это, то есть он единственный человек и он сказал, но это не воспринимается людьми, потому что это так просто, как так может быть? Ну ты ссылку дай, ссылку дай, мы ссылку поместим для того, чтобы все участники нашей школы человек больших хомо-хотурс посмотрели, его тоже. И вот, и там вот циркуль как бы показывает вот эти все архетипы, прототипы, сказки, сказки, мы рождены, что это все отсюда, этот циркуль просто демонстрирует, потому что это многогранность оттуда, и каждый человек может прикоснуться к этому источнику. Это философский камень, который искал. Да, 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 его надо запустить. Все золото делать. Не, ну, я пошутил на эту метафору. Свет мой, зеркальце, скажи все, правду доложи. Это же как бы, это вот доступ к источник матрицы, понимаете, к творцу. Мы творцами станем, а не потребителями. То есть, смотрите, левое полушарие, оно рациональное, о чем вижу, а правое, оно иррациональное, и через математику, геометрию мы... Понимаю, там должна быть... Да, 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 да. Я не совсем понимаю, мне кажется, что я слышу знакомые слова, нам кажется понятны. Да, 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 да. Нам кажется... Да, да, да. А на самом деле, если вникнуть в суть, я, может быть, так ничего не понял, о чем ты говорил, кроме того, что ты прекрасный человек. Я тебя обнимаю, я тебя обнимаю, я горжусь всем, что ты у нас в школе человек будущего. Я тебя обнимаю, мы будем ждать вопросов. Я сейчас должен уже с профессором ответить. Хорошо, хорошо. Извините. До свидания. Всем до свидания. До встречи. Субтитры подогнал Игорь Негода.